Ну что ж, друзья мои, продолжаем эфир. Бизнес-канал на Финам.ФМ. Сейчас его вторая часть под названием «Бизнес-класс». Тема сегодняшней программы. Мы будем говорить об инновациях. Назвали мы так ее романтично. «Пять инноваций, которые изменят нашу жизнь и затронут бизнес в ближайшие пять лет». Ну, циферки 5 и 5 может быть здесь, да? Не случайно оказались, но я думаю, что мы найдем и больше количества инноваций и поговорим о перспективах, может быть, и более дальних. В общем, вот на эту тему сегодня мы общаемся в бизнес-классе. И я представляю гостя в студии сегодня Олег Бяхов, директор по развитию бизнеса IBM в России и СНГ. Олег, добрый день. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, вам я напомню, вы можете к нам присоединиться. Телефон студии 651099,6 код города 495 и сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы Олегу, делитесь собственными мыслями по этому поводу. Действительно, вы, кто-то из вас, может быть, сталкивался с некими инновационными продуктами, которые, на ваш взгляд, изменили уже кардинально и вашу жизнь в том числе. Ну что ж, начиная наш эфир, я, тем не менее, Олег, немножко не в тему, ну, не в тему заявленную, только что в предыдущем эфире, который называется «Сухой остаток», мы с экспертами обсуждали, ну, давайте так, не даже слухи, да, информацию некую, полученную из официальных источников, касаемую того, что в связи с замедлением роста российской экономики, вот, ожидается и рост безработицы в Российской Федерации, вообще, как вы с этим согласны, нет? Есть такие опасения? Ну, наверное, не совсем ко мне вопрос. Это совсем не к вам даже, но, тем не менее. Вот, а на самом деле, как мне кажется, основной проблемой для российской экономики является низкая производительность труда. У нас слишком много занятых людей, которые делают... Ничего не делают. Не производительные. Не производят. Не производительные вещи делают. И, соответственно, на самом деле, нашей экономике еще понадобится очень много людей, но немножко не тех людей, которые в ней сейчас трудятся. Ну, то есть я правильно понимаю, что мы можем не говорить о массовых увольнений каких-то, а просто о некой переориентации, да, Рабочей силой, которая сейчас не очень эффективна по озвученным, в частности, вами причинам, да, и у нее будет возможность найти себя в каких-то других, более эффективных областях. Да, мы еще очень много можем изменить в нашей экономике, и для этого понадобится столько людей совершенно других профессий. Можно сказать, что у нас происходит одновременно, в параллели с тем, что происходит в мире, изменение рынка труда, которое драматически. Ну, вот если посмотреть немножко более подробно, в прошлом году бизнес-школа Сколкова делала отчет, который говорила о том, что есть 100 новых профессий, которые появятся, и 30 профессий, которые исчезнут. Во всяком случае, здесь баланс в пользу того, что будут плюс 70 профессий. Единственное, что я предполагаю, что вот эти исчезающиеся 30 профессий, да, они все-таки ресурсов на себя больше оттягивали, неже появляющиеся 70. Мы, наверное, если уж о Сколково заговорили, идет речь, наверное, о высоких технологиях, где нужен один человек, который нажмет на кнопку, и все заработает. А раньше это делало 100 человек. Я бы не сказал так, на самом деле, потому что экономика, которая называется постиндустриальная, еще по-другому называют сервисная экономика. А для того, чтобы оказывать сервисы, наоборот, очень часто нужно больше людей, чем производить какой-то продукт, который достаточно прост в изготовлении. Ну, или как минимум требуют каких-то технологических вещей, да, не участия человека непосредственно. Спасибо огромное, Олег. Ну, ваше мнение, по крайней мере, мы выслушали. Ну, и я не могу сказать, что не совсем вопрос к вам. Все-таки достаточно квалифицированно, да, и в этой связи вы ответили. Ну, возвращаем все-таки заявленными теме. Пять инноваций. Ну, пять не пять, в принципе, говорим об инновациях. Мы, если можно, прежде всего более детально, что слово это модное уже, но пока для многих загадочное обозначает. Есть целая экономическая теория инноваций, появившаяся, и сейчас пытаются объяснить. Я буквально совсем недавно, как раз в бизнес-школе Сколкова, слушал целую лекцию Анатолия Борисовича Чубайса по этому поводу. Он выпускникам программы MBA Сколковской бизнес-школы рассказывал об этом. Ну, принципиально говоря, мы обычно, когда говорим об инновациях, очень сильно фокусируемся на технологической стороне инновации, да, то есть вот для такого привычного банального сознания это какие-нибудь гаджеты, чего-нибудь новенькое, там, iPhone 177, там еще что-нибудь такое. На самом деле, инновации есть две стороны. Одна сторона технологическая, безусловно, другая и часто не менее важная, это инновации, так называемые процессные или бизнес-инновации, да, то есть инновации, которые меняют целиком отрасли. Вот есть такое хорошее английское выражение, disruptive innovation, да, то есть они такие разрушающие инновации, растворяющие, если хотите, да, то есть инновации, которые меняют, которые приводят к тому, что образуются новые отрасли, что целые отрасли в экономике исчезают, что переделывается вообще принципиально, совершенно меняется весь процесс, и, собственно говоря, почему мы говорим о пяти, это просто такая традиция. В IBM есть исследовательская организация, которая называется IBM Research, это самая большая частная исследовательская организация в мире, в технологическом смысле, это 3000 ученых, 6 ученых во время их работы в IBM получили Нобелевскую премию, причем они изобретали электронный туннельный микроскоп, например, да, вот, соответственно, вот эта организация уже несколько лет подряд как раз вот выбрала такую историю, раз уж через пять лет, то нужно выбрать пять тенденций, которые это все изменят. И каждый год в декабре они говорят, вот через пять лет вот такие пять технологических инноваций приведут к тому, что вот так поменяется. Если мы вспомним, что было год назад, в 2012 году, в декабре 2012 года, то они говорили о том, как при помощи технологий изменится вообще сфера человеческих чувств, то есть машины смогут интегрироваться с человеком, то, что называется, сензитивно, да, на уровне человеческих чувств. То есть мы через экран мобильного телефона сможем потрогать ткань в электронном магазине, да, то есть он сможет дать нам тактильные ощущения, идентичные тому, что есть, да, из сочетания... Это было в декабрьском 2012 года, да? Это в декабрьском. И с перспективой на пять лет. Да. То есть, условно говоря, там до 2017 года вот это может все уже заработать. Да, то есть мы сможем телефон и вообще электронное устройство, компьютерное вычислительное устройство смогут воспринимать запахи, анализировать вкусы, образы аналогично человеческому глазу воспринимать там и так далее, и так далее. То есть на сегодня это все носит форму пока что еще в основном таких стандартных бинарных вычислений, моделирующих процесс. И то, что мы, то, что эта организация уже сделала в 2013 году, она сказала, каким образом вот такого рода инновации, которые приведут к, ну вот, когнитивные вычисления, так называемые, то есть хорошо моделирующие, хорошо имитирующие, хорошо даже, я бы сказал, воспроизводящие процесс человеческого восприятия, каким образом они поменяют такие сферы человеческой деятельности, как образование, розничная продажа, здравоохранение, безопасность. А очевидно ведь поменяют. И жизнь в городе, да, то есть это вот пять, пять через пять, то, что называется вот 2013 года, и они очевидно совершенно это изменят. Да, ну я не знаю, я далек, может быть, от этой всей истории, для меня все-таки это как фантастика сейчас пока звучит. Но я так понимаю, что уже шаги в этом направлении, да, активно, активно, в этом направлении активно движутся. Ну, понимаете, для того, чтобы практически в этом двигаться, нужно осознавать масштаб проблем, которые перед человечеством стоят. Если мы возьмем сферу образования того же самого, на сегодняшний момент две трети взрослого населения Земли не имеют образования эквивалентного среднему, общему среднему образованию, то, что у нас называется полное среднее образование, то, что в мире называется high school. То есть для нас это закончить школу, да? Для нас это закончить школу, получить 12-летнее так называемое образование, да? У нас пока 11 классов, поэтому там есть проблемы совместимости разных систем образования, но тем не менее, да? То есть вот 12 лет это стандартное полное среднее образование в мире считается, high school, да? И вот две трети населения взрослого населения Земли на сегодняшний момент такого образования не имеют. Если традиционными методами в такой стране, как Индия, допустим, построить систему, которая позволила бы потом получить вот такое образование, полное среднее образование всему населению Индии, а это все-таки почти полтора миллиарда человек, то им понадобится 6 миллионов учителей до 2020 года, которых негде взять, негде подготовить и так далее, да? Поэтому технологически должна совершенно четко измениться вся вообще платформа образования, и оно должно стать персональным, но очень технологически оборудованным. Олег, сейчас новости, потом продолжим. Новость. Итак, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Сегодня в гостях Олег Бяхов, директор по развитию бизнеса IBM в России и СНГ. Мы обсуждаем тему инноваций, 5 инноваций, которые изменят нашу жизнь и затронут бизнес в ближайшие 5 лет. Теперь, по крайней мере, понятно, откуда 5.5 взялось. Я напомню, телефон студии, уважаемые слушатели, для вас вы можете к нам присоединиться. Телефон 6510996, код города 495 и сайт компании финам.ФМ. Звоните, задавайте свои вопросы Олегу. Так, а мы продолжим разговор. Собственно, вот проблемы образования мы затронули. Действительно очевидно, что если стремиться к всеобщему, вот этому среднему образованию, то используя современные подходы, это для Индии, как минимум, для Индии... Исторические подходы, скажем. Вот вся история образования, она определенным образом вела к тому, что знание материализовалось, и фактически доступ к образованию становился доступом к вот этим материальным носителям знаний, к книгам и так далее, да, то есть к лабораториям, которые являлись материальными носителями знаний и так далее. То есть на сегодняшний момент и, в общем, монополия университетов и школ состояла в том, что вот у них был класс, в котором стояло определенное оборудование, был человек, который умел владеть этим оборудованием и так далее. Умел научить. И вот ограничение этой истории состояло в том, что, безусловно, невозможно было воспроизводить в достаточном количестве вот эту обстановку. На сегодняшний момент это прошло, потому что содержание, контент, то, что называется, знание, он перешел в электронную форму, сегодня легко ставить виртуальные опыты, сегодня, на сегодняшний момент ученые, находящиеся, допустим, в Российском Объединенном Институте Ядерных Исследований в Дубне, цифровым образом проектируют эксперимент, который будет происходить в Церне в Швейцарии, получают цифровую информацию, ее обрабатывают, им не нужно стоять, как героям фильма «Девять дней одного года», возле, непосредственно, или внутри этого самого циклотрона, чтобы получать свою дозу излучения. Нет нужды. Все это становится. Точно так же и образовательный контент, образовательные любые опыты, они на сегодняшний момент стали, принципиально говоря, возможными в цифровом пространстве. Есть такой замечательный ресурс, который называется «Хан Академи», в который инвестируют много благотворительных организаций, и они составляют общую платформу, когда очень короткими фрагментами, фильмами от пяти до десяти минут, дается понимание большого количества различных, так сказать, в различных отраслях знаний. Более того, ведущие мировые университеты перешли к платформе так называемых «massive open online resources», то есть массовые открытые ресурсы для образования, это такие университеты, Массачусетский технологический институт, который все содержание учебных курсов выложил в онлайн. И теперь возникает вопрос, ну, курсов много. Там по одному предмету два десятка, три десятка курсов, которые учить, которые соответствуют моим конкретным потребностям. И вот здесь как раз вступают технологические платформы в действие. Это большие данные, аналитика поведения. Нужно очень тонко настраивать доступ к этим материалам. Нужно всегда иметь возможность обучающимся в любой момент через его мобильное устройство предложить в зависимости от проблемы тот самый образовательный контент, который ему нужен. И вот здесь как раз технологии меняют практически все. Потому что иначе человек будет теряться в том огромном массиве знаний, которые уже произведены, он будет получать какие-то неадекватные знания, неточные, несоответствующие, в неправильной форме, неэффективные. Что может, конечно, отбить и желание в этом направлении. И желание учиться тоже, да. Это мы поговорили об образовании, да? Одно из пяти вот этих вот стратегических векторов развития. А еще четыре, если можно, тоже так же поподробнее. Давайте разберем. Ну давайте вот сейчас у нас довольно много идет разговоров о роли онлайн-торговли, как она должна быть устроена, как она должна быть отрегулирована и так далее, и так далее. А наше убеждение, убеждение организации IBM Research состоит в том, что через пять лет традиционная розничная торговля, физическая, так сказать, вот та, которая, казалось бы, онлайн-торговля побеждает, потому что она растет гораздо быстрее. В прошлом году объем розничной торговли был, конечно, намного больше, чем онлайн, но онлайн-торговля впервые превысила один триллион долларов во всем мире. И все те удобства, которые она дает, то есть быстрая доставка товара, который, так сказать, ты выбрал, что называется, в один клик, различные удобства, связанные с тем, что там возврат очень быстрый и так далее, и так далее, да, легкий оборот денег, широкие варианты платежей и так далее. Вот. Все это дает сегодня преимущество онлайн-торговли. С одной стороны. С другой стороны, мы покупаем очень много вещей, которые физически очень хочется потрогать. Вот если мы посмотрим состояние обувной торговли в Соединенных Штатах Америки, розничной обувной торговли, на сегодняшний момент в розничных обувных магазинах, вот таких традиционных физических, появилась так называемая плата за примерку. Почему? Потому что покупатели, которые привыкли покупать онлайн, они сначала приходят в магазин, выбирают модель, меряют ее, чтобы она им подошла. А потом уходят и заказывают ее онлайн, потому что дешевле и быстрее. Поэтому на сегодняшний момент в некоторых обувных магазинах в Соединенных Штатах Америки, ты, если захочешь применить, ты платишь 10 долларов, пожалуйста, меряй сколько угодно. Ну, для того, чтобы, ну, хоть как-то вот эту огромную аренду помещения оправдать. Потому что иначе объем торговли падает, потому что покупают все равно в онлайн-магазине. Ну и тем не менее, Олег, смотрите, вы произнесли фразу, я ждал другого окончания этой фразы, что через некоторое время, там, через те же 5 лет, конкуренция закончится тем, что оффлайновые, так называемые, да, розничные точки исчезнут просто-напросто. Но это ведь не так? Это не так. Значит, смотрите, если мы посмотрим, в чем преимущество вот этой оффлайновой торговли, оно состоит в том, что оно настолько близко уже к дому покупателя, что если бы нужный ему товар уже был в этом самом магазине в тот момент, когда покупатель придет, то это было бы... И померяет. Да, вот. Он был бы уже правильного размера, правильного цвета, правильной модели и так далее. Но откуда же знать, что покупателю взбредет в голову? На самом деле, как раз опять, если мы возвращаемся к большим данным, к аналитике, к активности пользователей в социальных сетях и так далее, на самом деле люди в открытом обсуждении очень много говорят о том, что они предпочитают, что они хотели бы видеть, в какой момент у них что, так сказать, появится и так далее, и так далее. Мы год назад вместе с одним из подразделений сберегательного банка делали пилотный проект, который по активности пользователей социальных сетей позволял им представить, какой продукт из набора продуктов Сбербанка этим пользователям сетей можно было бы предложить. И причем не на основе там вот одного высказывания, но никто же не говорит, пойду-ка я возьму ипотеку. Но кто-то говорит, вот надоело мне жить в этом, значит, Молженинова, а хочу-ка я переехать в Москва-Сити. Не взять ли мне ипотеку? Нет, не взять ли ипотеку, не говорит. Надоело, два часа кататься на работу, надоело, хочу в Сити переехать. Это нормальная часть. А вот для того, чтобы вытащить из этого потребности, предложить продукты, посмотреть, что было бы правильно и так далее, для этого нужно проанализировать, нужно построить профиль пользователя. Для этого нужны большие системы искусственного интеллекта, для того, чтобы понять аналитики естественного языка и так далее. Вот, собственно говоря, когда традиционная розничная торговля сможет этими инструментами начать пользоваться, ну, самый известный из этих инструментов – это Уатсон, который объемом был создан, который обыграл людей в то, что называется, аналог своей игры на нашем телевидении, Geopardy, вот он лучше, чем люди, умеет анализировать вопросы и отвечать на эти вопросы. И вот такая система позволяет, собственно говоря, построить профиль пользователя, но для этого нужно очень большой объем данных проанализировать. И на сегодняшний момент IBM эту технологию вывела в качестве приложения, к которому посторонние разработчики могут дописывать свои собственные какие-то прикладные системки небольшие. И таким образом преимущество розничного магазина будет такое, что я хочу поменять велосипед и иду в спортивный магазин, и в этот момент спортивный магазин уже знает, что я приду туда, и этот велосипед у него уже есть. Плюс еще на сегодняшний момент, конечно, меняется вообще вся промышленная технология при помощи 3D-принтинга, интеллектуальной робототехники и аналитики. То есть они могут, даже если этого в данный момент нет, они могут это напечатать, потому что уже есть полноцветная 3D-печать, с заданными свойствами создать предмет для меня. И когда я приду в магазин, они скажут, а, вы за своим велосипедиком, так вот он. Забирайте, забирайте. Олег, спасибо огромное, очень интересно. Сейчас мы еще раз прервемся, послушаем рубрику «Вне времени» и потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Сегодня в гостях Олег Бяхов, директор по развитию бизнеса IBM в России и СНГ. Мы говорим об инновациях, о тех пяти инновациях, которые изменят нашу жизнь, затронут бизнес в ближайшие пять лет. У нас есть звонок. Вера, спасибо вам за ожидание. И давайте мы начнем с общения с вами. Вера, день добрый. Вы в эфире. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня очень интересует вот эта проблема тех пяти инноваций, которые нам предсказали на предыдущие пять лет. Меня волнует такой вопрос. Я очень увлекаюсь экологическими проблемами. И есть ли среди этих инноваций какая-нибудь проблема по решению экологических проблем? Вот, например, смотрите, такой вопрос. У нас у всех есть мониторы жидкокристаллические. Чтобы произвести один жидкокристаллический монитор, безвозвратно портится 25 тысяч литров воды, которую уже невозможно очистить. Вот, а представляете, какое огромное количество у нас мониторов во всем мире. И какое количество питьевой воды уничтожается? Что-то могут нам ученые сказать, что что-то будет сделано или нет? Спасибо. Спасибо, Вера, за ваш вопрос. Вот экология очень переживает за экологию. Ну, спасибо за этот вопрос. Принципиально говоря, можно сказать, что есть очень важный экологический аспект, когда мы в особенности говорим о том, куда будет двигаться население. Население будет двигаться в города. Известно, что предсказание, что в 2050 году 70% населения земли будет жить в городах, а уже к 2030 году 80% городского населения будет жить в развивающихся странах. То есть растут не такие города, как Нью-Йорк и Лондон, растут такие города, как Мехико, как Сан-Паулу, как Шанхай, Пекин, Москва, в определенном смысле, да, не так быстро, наверное, растет. Прерастает новыми территориями. новыми территориями. И вот эта концентрация людей, то, о чем Вера говорил, это концентрация производства, а концентрация людей, это тоже очень тяжелая с точки зрения экологии и организации, вообще говоря, вот этой городской жизни история, потому что это огромный оборот энергии, это огромный оборот воды, в том числе, значит, вот то, что называется waste water, то есть канализация, то есть воду нужно потребить, нужно ее вывести, после этого нужно ее очистить и постараться, как космонавты, каким-то образом использовать, потребить еще раз. Вот для этого нужны совершенно нового масштаба системы, которые, безусловно, должны резко снизить и уровень энергопотребления, и энергетической загрязненности, то, что называется, и снизить уровень вода, сделать гораздо более эффективным потребление, вообще говоря, любых ресурсов. Ну, я приведу пример, который уже на сегодняшний момент является характерным и как раз касается экологии. Это вопросы, связанные с организацией движения транспорта. Вот для Москвы святое. Тема номер один. Тема номер один. Значит, приведу пример Сингапура. Сингапур, кстати говоря, очень хороший пример для сравнения с Москвой. И по площади, и по населению приблизительно такой же по площади, на 40% меньше населения в Сингапуре, но только что одно государство само по себе. А так, в принципе, по размерам проблемы и так далее. Вот в Сингапуре на сегодняшний момент система управления движением подразумевает, регулирование некоторых важных параметров в реальном времени. То есть, прежде всего, если ты пользуешься частным транспортом, а пользоваться частным транспортом в Сингапуре намного дороже, чем в Москве. Там нужно стоять долго очень в очереди на то, чтобы получить регистрационный номер. Там регистрационные номера, которые выдаются на автомобиле, их количество ограничено ежегодно. Это они фактически... Ты становишься в очередь и становишься... И ждешь, когда кто-то освободит. Ждешь, когда кто-то освободит или добавятся новые, так сказать, номера, и ты попадешь и получишь право на номер. И без регистрационного номера, конечно, машина на улицу выйти не может. Выйти не может. Вот. То есть, для частного транспорта там очень... Там занимается плата за проезд. Причем, эта плата за проезд зависит очень серьезно от загрузки магистрали. Если ты едешь быстро по неразгруженной магистрали, по незагруженной магистрали, то ты платишь дорого за это. Если ты едешь по загруженной магистрали и так далее... И вот там типичная картина, когда ты едешь за рулем и перед тобой несколько альтернативных маршрутов, которые есть. Вот ты пишешь, что если ты поехал в этот туннель, то ты заплатишь с тебя с ним вот столько, 15 сингапурских долларов. А если ты поедешь кружным путем вот так, то ты будешь ехать на 30 минут больше, но заплатишь за это 2 сингапурских долларов. Ну и так далее. Причем, это зависит от актуальной загруженности дорог в данный конкретный момент. То есть, есть система интеллектуального видеонаблюдения, которая это оценивает и, так сказать, определяет цену в реальном времени. Вторая история, не менее интересная. Это общественный транспорт. Когда ты в Сингапуре покупаешь билет, то ты покупаешь билет из одной точки в другую. И сколько тебе для этого понадобится видов общественного транспорта, когда тебе нужно пересесть с автобуса на городскую электричку, оттуда на трамвай и так далее. Это все тебе рассчитывается. Ты можешь себе поставить на мобильный телефон приложение, которое тебе порекомендуют. И ты заплатил за дорогу. После этого сейчас проходит пилотная эксплуатация этой системы, которая гибким образом формирует расписание городского транспорта. То есть у нас расписание транспорта в Москве как формируется? Вот тебе график. И подстраивайся с ним. И дай бог нам добиться, чтобы автобусы в соответствии с этим графиком ходили. Там график транспорта подстыковывается таким образом, чтобы нигде ни на одной пересадке житель не ждал больше двух минут. Вот ты вышел там, допустим, из городской электрички, тебе нужно пересесть на автобус. Автобус маршрута анализирует весь спрос со стороны пассажиров, которые должны в этот момент с разных точек сюда прибыть и пересесть. И водитель автобуса получает указание притормозить ему, ускориться ему для того, чтобы прибыть на эту остановку. И, соответственно, на табло, которое взаимосвязано, оно показывает прогнозируемое время прихода автобуса в соответствии с этим измененным трафиком. Это намного... То есть не ходят пустые, не ходит пустой транспорт, потому что прогнозируется загрузка. Вот, собственно говоря, это резко оптимизирует. Точно так же системы, самые энергоемкие системы в каждом здании, это две, да, это освещение и это система климатическая, да, отопление или кондиционирование в зависимости от погоды. В Сингапуре больше кондиционирования, конечно. И вот эти системы тоже должны подтягиваться к существующему и прогнозируемому уровню загрузки здания людьми, то, что называется. То есть если нерабочее время и людей в здании нет, то зачем мы будем поддерживать температуру там 25 градусов, соответственно нужно на ночь погасить, достичь температуры там, чтобы ничего не заморозить, да, там батарейки, что называется, батареи не разморозились и так далее. А в зависимости от того, с какой скоростью от данной системы отопления, допустим, нагревается помещение за полтора часа, допустим, до прибытия первых прогнозируемых, так сказать, сотрудников, нужно включить значит отопление, оно поднимется и это все история. Социальные сети очень хорошо в этом отношении могут помогать, потому что уже сейчас в большом количестве городов очень эффективно начинают работать всякие значит платформы, которые позволяют быстро собрать от людей мнение по поводу загрузки улиц, потом город будет сам, что называется, сам город, то есть вот эта система систем, которая будет сама потом додумывать и быстрее анализировать и оптимизировать свою собственную работу, например, в каждой мусорной урне на улице будет индикатор ее заполненности и она будет сама сигнализировать мусорщикам, когда они должны подъехать и забрать этот мусор и это безусловно на десятки процентов увеличивает эффективность работы городских систем, есть очень короткий пример, вот у нас в Рио-де-Жанейро была сделана система, если помните лет 5-6 назад было очень много плохих новостей об оползнях в Рио с большим количеством жертв и так далее, потому что город так расположен в особенности эти фавелы очень бедные районы, что оползни приходят неожиданно, была построена при помощи IBM система прогнозирования, которая учитывала прогноз осадков, свойства почвы, мощность городской ливневой канализации, впитывающие особенности почвы, загрузку рек, которые в этом бассейне есть и так далее, и в результате она все это препарировала в вероятностные прогнозы наступления оползня вот этих природных катаклизмов, что это позволяло сделать городу? Город перемещал оперативно вот эти службы спасателей, скорые помощи, полицейских, которые своевременно начинали перекрытие улиц и так далее, в результате скорость появления городских оперативных служб на месте происшествия уменьшилась на 30%, то есть они стали на 30% в среднем быстрее пребывать нами, а это уже человеческие жизни, это уже материальный ущерб снижается и так далее, и так далее. Ясно, спасибо огромное, спасибо огромное, Олег, и так, все-таки у нас еще осталось два с вами. Да, здравоохранение и безопасность. вот это ключевые, я бы даже сказал, вещи, да? Да, вот что касается здравоохранения, смотрите, опять здесь идет речь о том, что, ну, все-таки компания, которая занимается обработкой информации, интеллектуальными технологиями, и так далее, вот основной прорыв, который сейчас ожидается в здравоохранении, когда здравоохранение начнет, когда медицина станет персональной, когда она будет подстраиваться под особенности отдельного человека, его организма, а это все определяется генокодом. Больше десяти лет назад геном человека был расшифрован. Это понадобилось много лет работа большого ученого сообщества в мире порядка двух миллиардов долларов. Понятно, что в индивидуальном плане это невозможно было применить. На сегодняшний момент технологии быстро совершенствуются, и индивидуальный генокод можно, через время есть такой проект, тысячедолларовый геном, так называемый, когда индивидуальный генокод человека, можно будет за тысячу долларов считать всю информацию. Дальше возникает вопрос, что с этой информацией делать? Потому что это приблизительно три гигабита, если я правильно помню информации. И мы понимаем, ученые на сегодняшний день понимают, приблизительно три процента содержания этой информации. Девяносто семь процентов зачем генома? Непонятно. И соответственно, нужно анализировать это все, нужно применять опять же, вот эти вот большие компьютерные мощности, обработку больших данных для того, чтобы индивидуальные особенности организма иметь возможность учитывать. Почему это так важно? Ну, вот простая статистика. Ежегодно в мире регистрируется приблизительно 13 миллионов новых случаев заболевания раком, различными видами злокачественных опухолей, и 8 миллионов человек умирают от этой болезни. А это болезнь, которая совершенно четко провоцируется генетическими механизмами, особенностями механизма человека, и общее число больных раком к 2030 году по отношению к сегодняшнему моменту за счет вот этой динамики увеличится на 75%. При этом это уже 20% стоимости всех затрат всего человечества на здравоохранение и лечение этих людей. Понятно, что вот этот прогресс он сделает здравоохранение невозможно, если мы не поменяем технологическую базу. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.фм. Сегодня в студии Олег Бяхов, директор по развитию бизнеса IBM в России и СНГ. Говорим мы на тему инноваций. Поскольку времени не так много, я попрошу Олег вас тогда сразу продолжить. Мы сейчас отронули тему здравоохранения ключевую, наверное, для каждого человека самая ключевая проблема, потому что здоровье, как говорится, это единственная вещь, которую не купишь, а все остальное можно приобрести за деньги. Так вот, продолжая историю об онкологии, вообще медицине как таковой, на сегодняшний момент больше 60% лекарств, которые выписываются по показаниям онкологическим больным, на самом деле им не помогают. Не потому, что это плохие лекарства, а потому, что когда лечат онкологическое заболевание, его лечат, что называется, вот по проявлениям, да, вот где симптомы уже проявились и, собственно говоря, лечат вот то, что проявилось. А это, как правило, уже поздно. Как правило, это последствия, да, это последствия сбоя в обмене веществ, это последствия сбоя в генетическом механизме, в работе организма в целом, да, это такая системная большая проблема. Ее нужно научиться прогнозировать. Поэтому, собственно говоря, нужны совершенно другого уровня вычислительные мощности. Опять же, возвращаясь к системе Watson, она, вот первое применение, которое после, там, игрового, что называется, то есть на игре проверили, насколько эта система сравнима с человеческим интеллектом, сравнима и даже лучше на, вот, что называется, общем массиве знаний. И первое, чему ее начали применять, ее начали применять в качестве ассистента по диагностике именно в онкологических клиниках. На данный момент в значит, работает в нескольких онкологических центрах в Соединенных Штатах Америки, в Японии. Пока работает только на английском языке. Сейчас ставится задача, чтобы еще 8 языков других добавить. Максимально, чтобы расширить возможное применение. В чем смысл ее вот помощи, что называется, да? Когда к врачу приходит пациент, он приходит с определенной историей болезни, в которой есть анамнез, и данные каких-то клинических исследований. Врач, исходя из своего опыта, начинает анализировать, ставит диагноз, возможно, продумывает какие-то дополнительные исследования, чтобы этот диагноз дифференцировать, произвести и так далее. Это основная работа врача на сегодняшний момент в клинике, вот в тот момент, когда он работает с больным. До того, как он пришел к нему больной, и он увидел эту историю болезни, врач ничего не может сказать, и знание его, то, что называется, базируется на его личном опыте, и той литературе, которую он прочитал. И он не может знать всей статистики, всей работы, всего. по одному клиническому, по одной какой-то клинике злокачественных новообразований опухолей в мире может существовать тысячи статей. И понятно, что один человек за свою историю, да еще и работая, тысячи статей изучить не может. Ну, а эти тысячи, они имеют принципиально важную информацию? Да, имеют принципиально важную информацию, потому что здесь есть вероятность, статистическая вероятность той или иной клиники, ее нужно рассчитать, посмотреть, сколько клинических случаев было проанализировано в каждой статье и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, когда на место врача, оборудованное терминалом системы Ватсон, приходит история болезни, она одновременно в параллель анализируется по отношению ко всей совокупности статей, к сотням тысяч статей, которые существуют в мире по данной тематике, во всех научных журналах, которые только доступны в интернете в открытом виде и так далее. И это вот то, что называется облачный сервис, который врачу подключен, и Ватсон ему говорит, что вот здесь вероятность вот этого конкретного диагноза и вот такого течения заболевания, она там составляет 75%, другого течения заболевания 13%, и так далее. Для того, чтобы уточнить, нужно сделать вот это исследование, вот это исследование, вот это исследование, то есть врач подходит к своей беседе с больным, подготовленным, потому что он понимает, что весь опыт, так сказать, мировой, по большому счету, медицины о подобных случаях говорит. И его задача стоит в том, чтобы принять решение, посмотреть, что было непроанализировано и так далее. Его задача, она такая сильно интеллектуализируется, то, что называется, а вся рутинная работа, которая связана с аналитикой больших данных, с сопоставлением и так далее, она делается машиной, потому что у нее достаточное количество. Причем машина продолжает обучаться, чем дальше, чем больше случаев она отслеживает, чем больше случаев анализирует, чем больше ее человек поправляет, то, что называется, своими собственными решениями, тем лучше она потом сможет помогать всем остальным врачам. Вот, собственно говоря, то, что будет происходить, человек будет получать индивидуальные лекарства, зависящие от его генокода, чтобы они доставлялись до конкретного места, где нужно врачебную помощь оказать, причем это будет касаться, ну, понятно, что раковые заболевания это самая такая острая вещь, самая, может быть, страшная вещь, но не менее важно, допустим, сердечно-сосудистые заболевания, диету какую-то предсказывать и так далее, и так далее, и так далее. Вот это то, что касается здравоохранения, ну и, наконец, немножко про страхи, потому что люди уже научились опасаться вот этих вот самых компьютерных технологий, наслушавшись того, как они могут вмешиваться в их жизнь, и на самом деле это довольно... То есть речь идет именно о защите информации какой-то личной? Да, о защите информации, да, то есть речь идет о том, что фактически через пять лет каждый может завести для себя такого цифрового охранника, то, что называется, да, то есть только за 2012, за 2013 год были оценены потери от неправомерного использования данных в 21 миллиард долларов для американской экономики. Это довольно большие потери. И, соответственно, задача стоит в том, чтобы... Ну, мы же люди достаточно в обычной жизни неграмотные. Если каждого из нас противопоставить квалифицированному хакеру, защититься не сможем. И беда всех на сегодняшний момент существующих решений в области компьютерной безопасности состоит в том, что они реагируют на те угрозы, которые уже известны. Вот антивирус, да, он собирает базу данных, всех вирусов, которые появились уже известные, быстро собирают и начинает их отсекать. Между тем, нужно, на самом деле, анализировать систему безопасности и защиты и прогнозировать угрозы и смотреть, с какой точки зрения те технологические решения, которыми вы пользуетесь, могут быть атакованы и задавать вопросы. То есть, если вы едете в поезде и в этот момент в 150 километрах от вас с вашей карточки пытаются сделать транзакцию, никакая антивирусная система этому противостоять не сможет. То есть, это должна делать интеллектуальная система, которая понимает, что эти два события несовместимы, заблокировать ту транзакцию и спросить, как это произойдет. Потому что здесь могут быть технологические особенности. Допустим, если я сижу на рабочем месте, я, например, не знаю, с какой и с какой страны, поскольку я работаю в глобальной корпорации, и с какой страны конкретно подключается в данный конкретный момент, моя виртуальная сеть корпоративная подключена к общему интернету. Я могу вводить на самом деле это все в России, а корпоративная сеть может заходить из Великобритании, и тогда у цифрового охранника сойдет, это будет сопоставлено сложно, сказать, как вот ты, ты же вроде как в России. То есть, он этого понять не сможет. Он этого понять сначала не сможет. Вот все эти технологии, о которых мы говорим, прежде всего важны как технологии проявления искусственного интеллекта, которые будут научаться все больше и больше, обмениваться этой информацией, и все лучше и лучше понимать, как ему обеспечить безопасность, как сохранить ваше здоровье, как сделать городскую среду для вас удобной, чему вам нужно учиться, и, наконец, где и что вы захотите купить. Ясно. Спасибо огромное, Олег. У нас еще две минутки есть с вами, ну и некое резюме, может быть, сегодняшней беседы, традиционное обращение к слушателям, по крайней мере, к тем, кто далек от инноваций, и как раз последняя тема, тема безопасности для них, наверное, наиболее актуальна, именно потому, что они всегда противодействуют всему новому, противодействуют внедряющиеся в их жизнь неожиданно какие-то странные вещи, непонятные, как бы вы к ним обратились. Ну, вы знаете, я бы сказал так, первое, опасности подстерегают нас независимо от того, используем мы эти технологии или нет. И по большому счету доверие к технологиям базируется на том, что люди должны прежде всего хорошо понимать те риски, с которыми они сталкиваются, и понимать вот этот доступ к технологиям, он снижает эти риски или увеличивает эти риски. И нужно понимать, что мы будем лучше защищены и в целом человечество человечество будет жить лучше, если технологии за счет больших вычислительных платформ смогут лучше понимать наши желания и лучше защищать нас от вот этих самых рисков и опасностей. При этом нужно совершенно четко осознавать, что доверие достигается на практике. То есть, если вы не будете пробовать технологии, вы точно совершенно будете от опасности технологии защищены. Это сто процентов. Но у вас и не будет тех возможностей, которые технологии вам дадут. То есть, они в любом случае наши желания должны каким-то образом осязать эти самые технологии. Для этого нужно их продемонстрировать. Спасибо огромное. Спасибо, Олег. Итак, друзья мои, я напомню, сегодня мы с вами говорили на тему инноваций. Пять инноваций, которые изменят нашу жизнь и затронут бизнес в ближайшие пять лет. Собственно, интересно и достаточно полно. Об этом рассказал мой сегодняшний гость Олег Бяхов, директор по развитию бизнеса IBM в России и странах СНГ. Вам, уважаемые слушатели, как всегда, я обращаюсь. Ну, собственно, не бойтесь ничего нового. Действительно, в конечном итоге это новое призвано изменить нашу жизнь к лучшему. Это однозначно. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за внимание. Всего вам хорошего, успехов в бизнесе. До свидания.